Всем привет! Я Экзоэльза, и я преподаю стрепластику и партерную акробатику. Я рада вас видеть на этом канале. Если вы новичок, то добро пожаловать в наше стрепластическое семейство. Вы можете на моем канале найти много уроков по стрепластике и акробатике. Сегодня будет первый в 2024 году урок. Наконец-то! Я давно не заливала сюда уроки, я ужасно соскучилась по ютубу, по вам, мои подписчики дорогие. И поэтому сегодня мы выучим новую связку, небольшую, но она будет подходить больше для уровня продолжающего. То есть, если вы новичок, то вам может быть сложновато. Не забудьте, пожалуйста, размяться, надеть на коленки. И давайте посмотрим нашу собезулечку и начнем учить. Итак, наше исходное положение. Мы сидим на пятках, колени у нас раскрыты, и мы сейчас будем наклоняться вот так вперед, руки у меня сзади скрещены. И перед тем, как будет основная часть трека, мы подвигаем вот здесь плечами, можно поделать такой кружочек грудным отделом. То есть, мы просто делаем круг и немного можем задействовать плечи. Голову не наклоняйте. Если вы наклоняетесь вниз грудным отделом, голова у вас смотрит, продолжает смотреть на зрителя. Даже вот такого не было, да, это будет очень странно. Поэтому смотрите на зрителя в этот момент. И наклоняемся как можно ниже, это тоже будет прикольнее. После этого на основной бит мы будем ставить по очереди руки вперед. Раз, два. Можно поставить на вот такие куриные лобки. Дальше мы будем соединять колени, опять их раскрывать. Руки у нас по-прежнему будут на полу. И мы будем делать в этот момент мах. Раз, пум. Раз, пум. Вот так. Дальше. Руки у нас по-прежнему здесь перед собой. И мы начинаем раскрывать стопы по сторонам. И соединять бодро вместе. Соединили коленочки, потом резко захлопнули стопами. Раз, пум. Раз, пум. Разверхались. И все еще. После этого мы будем делать проворот в сторону. Я буду немножко подныривать в этот момент. Раз. То есть вы делаете мах, да? Вы машете головой назад в сторону, в которую вы проворачиваетесь. Ноги у вас после этого оказались вместе. И они, собственно, и будут в таком соединенном положении. Мы переставляем ручки в сторону. И я подныриваю параллельно. Раз. И одновременно я буду вытягивать ножку. Раз. Дальше резко меняем ноги. Выставим. И сразу же начинаем делать петельку ногой. Пум. Видите? Я стояла здесь. Оп. И сразу, да, выхожу в петлю. Тут можно переставить руку в нормальное положение. И дальше я буду сгибать ногу. И разворачиваться. Выпрямляю. Пум. Максимально высоко поднимайте ногу. И не забывайте выравнивать колено. Тянуть носок. И еще не усаживайтесь вот так на пол. То есть не опускайте таз. Вам будет, наоборот, сложнее. Если вы поднимете вот так жопку, будете ее держать. Как бы это тяжело ни было, ваша ножка будет длиннее. И, в принципе, ее будет немножко легче поднять. Раз. Дальше. Кладем ногу. Сторону. Соединяем ноги. Здесь мы будем делать бабочку. Раз. И перекатились на другую сторону. Давайте еще раз отсюда. Здесь. Чух. Раз. Пум. Положили. Положили. Соединили. Хоп-хоп-хоп. Дальше. Когда мы сели на бедро, эта нога у меня будет так виложиться по полу. То есть я буду вести стопой по кругу. Да. Коленка у меня будет смотреть назад. Я веду стопой по кругу. И завожу ее почти за колено. Второе. Раз. Раз. И здесь я меняю положение колена. Да. Опять веду стопу. И дальше мы будем резко раскрывать ножки в размножку. Раз. Хоп. Здесь вы должны максимально подтянуть ноги к себе. Да. И нижнюю, и верхнюю. Для того, чтобы ваша размножка выглядела круче. Пум. Пам. Пам. Довольно резкое движение. Вот здесь вот обращу ваше внимание. Напомню, что мы не делаем это вот как-то так. И с локтями тоже. За локтями следите. Потому что здесь вы ставите локоть на пол. И отталкивайтесь им от пола. Да. Для того, чтобы ваша осанка была адекватной. Раз. Видите, я на локте. Дальше. Будет немножечко такое необычное движение. Возможно, не все его сделают. Значит, мы будем сгибать вот эту верхнюю ножку. И делать петлю. Вот так, в сторону. Еще раз. Согнули вовнутрь. Развернули стопой наверх. И выпрямли. Одновременно с этим мы будем делать движение нижней ногой. Раз. Сгибаем ее. И когда мы выравниваем верхнюю ногу, вот эта нога будет у нас прижиматься к бедру. В районе над коленкой. Вот здесь. И дальше мы снова делаем петельку вот этой нижней ногой. Разворачиваем стопу наверх. Сгибаем. А эта нога у нас остается в таком развернутом положении над коленкой. И выравниваем. Почему не все могут это сделать? Ну, во-первых, это растяжка вот этих мышц. Если вы положите вот так щиколотку, именно щиколотку над вашей коленкой, да, и наклонитесь, то вот это может быть ограничивающим моментом, если у вас вот эти мышцы зажаты, как у меня, например. Дальше. То есть, без такого захвата над коленкой, делаете пум, пум и просто оставляете ножку вот здесь согнутой. Да, то есть не надо ее над коленкой держать. Так что дальше. После того, как мы выпрямили ногу, мы сгибаем ее. И я сейчас ставлю ручку назад на ладошку и поднимаюсь на вот этой ладошке. И мы будем вот так переходить на второе бедро. Да, и ставить стопу вот этой верхней ноги назад. Переставляю руку назад и опираюсь, во-первых, на ручки. Я приношу опору хорошо и опираюсь на вот эту стопу. И выхожу с таза наверх. Если вы в этом положении не ставите ногу над коленкой, да, она у вас останется здесь, то вы точно так же сгибаете и просто ставите ногу перед второй ножкой. Вот сюда, так как и в оригинальном варианте. И идете наверх. Так. Дальше наставляю ножку и кручу вот так вот, лобкой. То есть вы будете держаться на руках и делать круг такой. Сгибать ножки, ноги вместе, пум-пум. И дальше мы будем делать шпагатик. Мы будем раскрываться через прямые колени и выныривать головой красивенько. Обратите внимание, что шпагат у меня не настоящий. И я сижу с развернутым бедром. То есть вы, если посмотрите на этот шпагат другого ракурса, да, то увидите, что у меня таз немножечко наклоненный. Это не настоящий шпагат. Но если у вас есть настоящий шпагат, то, пожалуйста, используйте это в вашем танце. Значит, после того, как мы сделали шпагат, здесь мы будем разворачиваться назад немножечко и делать такой пум. То есть здесь у нас разворот бедра. Если вы будете смотреть в этот момент на зрителя, будет вообще хорошо. Пум, вот так. Это, опять же, вопрос гибкости. Если у вас ее не хватает, например, то вы можете подтянуть колено, да, и сделать это с вот таким коленом. Самое главное, держите спину ровной и подбородок повыше, чтобы вот этого не было. Это будет не очень красиво. Пум, пум. Давайте все сначала повторим. Здесь мы делаем кружочек. Та-да-та. И раз, два, хоп. Ударили. Разворот. Хоп. Раз. И хоп. Положили. Согнули. И перекатились. У-у-у. Шу. Раз. Хоп. Раз. Хоп. Согнули. Переставили руку. Хоп. У-у-у. Выпрямили. И спорезы. Хоп. Ну что, наше занятие подошло к концу, и я была очень рада потренироваться с вами. Хоть мы и не видим друг друга, я все равно рада, что вы смотрите, что вы лайкаете, что вы подписываетесь и что вы комментируете. Я надеюсь, что вы это все делаете. Поэтому жду вас на своих занятиях онлайн и оффлайн в Киеве. В том числе я веду группу, поэтому пишите мне в инстаграм экзоэльза насчет тренировок. Ну а у меня сегодня все. Желаю вам прекрасного дня и хорошего настроения. Пока! Субтитры подогнал «Симон»!